И так, огромный привет моим подписчикам и всем случайно заглянувшим. Наконец-то настало то самое завтрак, которое я вам вчера обещала. Просто вот как бы не выложила видео, потому что поздно уже было, и вы у меня в такое время спите. Поэтому сегодня будет два. Вы, так сказать, меня посмотрите, мою жизнь в ускоренной программе. То, что было вчера и то, что было сегодня. Вот. Итак, ну какие новости? Слава богу, моя система супербюджетная для хранения вещей пришла. Еще не распаковывал ее. Буду распаковывать сегодня вечером ее собирать. Покажу вам результат. А потом будем разбирать мой гардероб, заполнять. Это видео я жду с особым удовольствием, потому что у меня все это время вещи хранились в чемодане. Я мечтала их уже наконец-то разобрать, развесить, порядочить. В общем-то, посмотреть, что у меня там вообще еще есть в наличии, что с чем я буду носить. Ну, короче, вы такие вот девчачьи, чисто удовольствие. Ну, в общем, вы понимаете. Сегодня у нас... А, да, кстати, не забудьте, пожалуйста, оценить это видео, поставить лайк, если нравится, поставить дизлайк. Это сейчас вот для нас очень важно. Я думаю, вы заметили, что не только я об этом прошу. Да, вот такая сейчас настала жизнь у нас, что для нас это стало очень и очень важно. Кстати, мы теперь являемся такими налогоплательщиками. Нам до мая... Нас до мая обязали всех, так сказать, о себе заявить и заполнить определенную форму, отправить ее. Поэтому все, ребята, серьезно. Поэтому это не просто теперь хобби, просто она болтает. Теперь за все, как говорится, надо платить. Надо платить. Поэтому отнеситесь в уважение, поставьте оценочку, какую хотите. И, да, кстати, это также для вас важно, потому что не появляется актуальная для вас свежая информация, если вы долгое время игнорируете это все, никак не оцениваете. Вот мне позапрошлым видео одна подписчица писала, о, как неожиданно, я тебя нашла, а я уже думала, что ты не снимаешь, я вроде как подписана, но никаких обновлений не видела. Вот поэтому, если вы хотите видеть все обновления, чтобы моментально вам все оповещения приходили, вы были в курсе всех событий, обязательно не забывайте подписываться, нажать на колокольчик и поставить оценочку под каждым видео и комментарий. То есть, какое-то свое мнение или просто поздороваться и написать «Привет! Привет!». Это очень приятно и для меня хорошо, и для вас в том числе. Вот, потому что ваше, как бы, наше меню составляется на основе наших предпочтений. Поэтому, ставя оценку, мы тем самым демонстрируем свои предпочтения. Вот, что у нас сегодня будет? Сегодня у нас будет обзор моей закупки на месяц. Это товары долгого хранения, которые я закупила, и вот на месяц мне их хватит. Покупка на 822, вот, вообще на тысячу, как бы, на тысячу, но просто... 822 это в интернете, и до тысячи я добила, купив, там, выгодно по акции, там, еще кое-какие такие базовые продукты. И давайте начнем. У меня нет чека, точнее, чек есть, но в нем не прописаны цены, поэтому цены я не буду называть, а добавлять их потом на экран при монтаже добавим. Итак, поехали. Какие купила я долгоиграющие продукты в запас? Это вот такая вот рисовая лапша. Кстати, минус доставочки выявился. Я обожаю доставку Яндекс.Маркет, но вот небольшой минусок есть. Немножко помяли. Ну, не критично, но все равно тут есть раздробленные частички лапши. Рисовая вермишелька. Рисовая вермишелька. Я хотела бобовую, но не нашла. Там был вариант, но доставка на другой день. Я не люблю так издеваться над курьерами. Я люблю заказывать то, что все в один день придет. Не так, чтобы ко мне каждый день бегали. И принципиально перекантуюсь как-то без бобовой лапши в этом месяце. Так, дальше. Видите, ну, почти все целые опять вот тут сломали при загрузке коробки. Вот такая вот лапша. Лапша особа гречневая. Несколько слов о том, как это все готовится. Это не просто там сварил. Так, вы помните по прошлому видео, что у меня какая-то весенняя аллергия обостряется. Это не просто сварил. Она как бы слегка отваривается. И потом ее готовят очень вкусненько. Жарят. Она жарится. Она может быть просто овощная, вкусная, такая зажаренная, с овощами, что очень классно для вегетарианцев. Либо с небольшим добавлением мяса или бекончиком. И она уже потрясающе играет. То есть не надо вот такое, знаете, кусище мяса, чтобы тебе было вкусно. Чуть-чуть там того-сего намешало. В этом-то ее и прелесть. Именно на родине лапши, вот этой всякой, ее именно так и едят. То есть что-то какие-то добавочки там намешали, специи, и все заиграло, и все вкусно. Конечно, есть варианты, когда с морепродуктами такая богатая лапша. Но на повседневку, ну кто там есть с морепродуктами, вложенную. Так, это обычно пшеничная лапша, удон. Тоже так же ее зажаривать можно с овощами. Очень вкусно, поэтому я столько лапши себе всякой выбираю. Именно потому, что я люблю ее. А сейчас еще стремительно дешевеют овощи, просто на глазах. Поэтому это, чувствую, меню в этом месяце будет потрясающе просто. Что еще? Заказала вот такие вот, со шпинатом, крекеры, эко-ботаника, со шпинатом и французскими травами. Почему по акции было, а может и не по акции, ну короче, цена была очень какая-то недорогая, бюджетненько вышла. Еще вот такое печенье. С какао в шоколадной глазурью, коровка. Коровка вкусная, и печенье, и конфеты. Не изысканный вкус, ну вот вкусненько. Что еще заказала? Заказала вот такую вот смесь из орешков, сукатов и изюма. Тоже очень выгодно, потому что как в пятерку в магнит не пойдешь, ну там, ну космос какие-то цены не найдешь. А то, что дешевенькая, там типа, не помню как марка называется, 49, 9. Ну, короче, как-то так. То, что дешевенькая, ну там вообще, ну просто как будто за полиэтиленовый пакет платишь, а не за содержимое. Ну и вообще все такое, знаете, в прозрачной упаковке нельзя такие вещи, орехи, особенно в прозрачной упаковке хранить. А здесь, кстати, да, я вижу вот сквозь дырочку, что да, как на картинке. Там прям фотка была, что там хорошая, качественная, чистенькая, вот такое вот аккуратненькое, опрятненькое содержимое. Вот цукатики красивые, ровненькие, ровненькие орешки, хороший ровненький изюмчик. Так, зачем я их купила? У меня, короче, есть идея в этом месяце готовить такой кекс, немножко похожий на пасхальный кулич. Вот, я уже заранее купила куркуму, чтобы вот такое у меня было желтое красивое тесто, и мне для этого нужен был изюм и цукаты. Ну, вот, вы понимаете, что, да, на этот кекс, может, буквально горсточку, да, нет смысла идти там закупаться, затариваться. Мне пришла хорошая идея, почему бы не купить тут красивые, разноцветные есть цукаты и изюмки, орешки. Ну, орешки не в тему будут, я их так съем, а вот изюмчик, цукатики классные, и так с чаем немножко попью. Вот, и так отложу в запас, не знаю, когда я его буду печь, но мне прям хочется, хочется испечь его и с вами рецептом поделиться, потому что это такой мой любимый кекс. Я его иногда пеку, если мне не хочется заморачиваться с пасхальным куличом, потому что он очень дорогой, он очень трудоемкий, и не всегда у всех получается. Так, ну что, теперь простая пища у нас пошла. Люблю иногда, знаете, вот какие-то такие специфические вкусы, киричка, барс, люблю барс, хорошие, чистые, аккуратные консервы, вкусные, какие-то вот бомжатские. При достаточно неплохой цене, на сайте цена была просто супер, кстати, в пятерку магнит дороже, поэтому я бы не стала их вообще покупать, если бы не цена. Ну, так вот иногда чуть-чуть побаловаться, может с хлебушком, может быть, картофель отварить. Для вкусового разнообразия. И всё, вот, спроты в масле. Давно хотела, наверное, с нового года, но что-то цена такая кусачая была, это просто умереть не встать. А вот это опять от барс, хорошая, и тоже на неё цена в интернете была очень даже неплохая. Вот такой вот взяла корм Арине тоже с индейкой, для кошек с чувствительным пищеварением. Ну, у нас обычное пищеварение у Арины, в смысле, просто ей вот этот вкус нравится. Ей нравится со спирулиной, это водоросль такая, и вот эта вот индейечка вкус. У неё сейчас с водорослями есть, с индейкой рисом я ей решила докупить, потому что выгодная цена. Это даже дешевле, чем сейчас по акте пятёрка. Там, правда, не такой, там с водорослями, и по карточке он 79 стоит, а это даже меньше. Так, что ещё хотела показать? Ещё хотела показать молоко. Я его вскрыла, потому что у меня был приступ. Мне сильно приступ наркомании, захотелось сильно кофе с молочком. Прямо затрясло молоко, приехала. Сейчас я кофе, скорее, с молоком завариваю. Так, тут у нас... Грибочки, грибочки, шампиньончики, шампиньончики, вода, соль, в общем, салюксус. Я такие вот люблю. Ну, тоже добавка к еде. Они такие кисленькие, такие вот. Люблю иногда так. Конечно, я банк лузара снизу, да, и полбанки этого делать не надо, потому что отечёт, и, скорее всего, отёк будет. Я и так сядила, кстати, смотрите, отёк, что я вчера из-за всей этой уборки. Я так устала, но зато спала, знаете, как младенец. Такой бы соль у меня просто. Так, и икорочку. Я почему-то этой зимой почти не ела икорочку из кабачков. И вот под закат, под закат сезона кабачковой икры я решила её покушать. И цена на неё тоже сейчас очень низкая. Не сравнить с зимой. Просто, знаете, в нашем регионе летом кабачки, там, ну, по 25 бывают рублей килограмм. Иногда их уже всё, но никто не берёт их, сбрасывают на рынке по 20 рублей. Забирайте. Килограмм-калочку 20 рублей. Вообще никому не надо. А зимой это банальная кабачковая икра, просто как золотая. Я так вспоминаю, что они стоят 20, смотрю на цену и думаю, боже, что я кабачков что ли не ела, пофигу вообще. Не буду покупать. А сейчас она уже всё никому не нужна. Распродаётся. Будет новый сезон, новые кабачки, новые наварят икори. Поэтому решила тоже как добавочку. Иногда люблю с рисом покушать. Кстати, кисленькие закуски с рисом тоже вот так вот супер. Я научилась этому, знаете где, у своего мужа. Они едят как раз рис. И к рису мы ферментированные закуски. Кимчи. Разные виды кимчи. Му кимчи. Кимчи из капусты, которую мы называем корейской. Кимчи из рецки. Из таких... Забыла, короче. Зелёненькое такое. Ну, в общем, все виды таких вот ферментированных закусочек. Немного кисленьких таких. И вот с рисиком они прекрасно наяривают. И они, как оказалось, знают в этом толк. Рис действительно великолепно идёт с вот такими вот маринованными, какими-то ферментированными закусочками. Типа грибочки, капусточка, огурчики, помидорчики. В общем, такая ситуация. Так что я докупила 2000. Рис у меня в запасе лежит. И горох. Горох из всех вот этих бобовых, небобовых, как они там называются. Горох лучше всего. Мне, не знаю, обожаю вот, смотрите. Не суп. Суп не варю гороховый. Редко варю. Хотя я называю супом. У нас был мукбанг. Я назвала это гороховый суп. Это не суп. Это такая типа похлёбочка с морковкой. Я туда добавляю сахар, соль и красный перец. Это получается такая, ну, вкусная. Надо просто попробовать, и вы узнаете, что это за вкус. Вот. И из всех вот этих бобовых горошек, обычный такой недорогой, жёлтенький горошечек, мне больше всего. Вот для комфорта желудка. Фасоль очень тяжело, прям боль в баку, ну, не боль в баку, прям как это распирание в баку. Чечевицу люблю, но от чечевицы дует живот, а горох вот. Это такой растительный белок, всё-таки это полезно. Из всех видов растительного белка я выбираю горошек. Рис горошек и остатки лапши там у меня есть, которые мне присылал муж. Из которой они готовят куксу. Пшеничная лапша, поэтому у меня в плане вот лапшичном, что буду докупать, и докупать время от времени. Лапши, рыбку, например. Ну, вот так, по мелочи уже, по мелочи. Опять солнце вышло под вечер, видите, изменилось освещение. Прервалась съёмка, потому что память закончилась. Вот я чистила, продолжаю. В общем, вот такая система распределения доходов. Вот такой подход. Вот такой подход к питанию. Всё, надеюсь, было интересно, полезно. Что касается локаций, это у нас Воронеж, это у нас провинция. Цены провинциальные, цены с учётом скидок в интернете. Вот, как уже говорила, на Яндекс.Маркете заказывала. Уже всё подсело, уже пристрастилось. Уже так. Цена доставки 49 рублей до двери. Вот так. Кстати, одна моя подписчица мне как-то говорит, как до двери. Это у вас там для провинции такие какие-то бонусы. У нас в Москве этого нет. Потом посмотрела, говорит, боже, я такая тащила эту коробку. А действительно, оказывается, была доставка до двери. Тоже за 49. Ну, короче, если решите тоже заказывать, будьте внимательны. Вот. Всё на этом. Пишите, как вы распределяете доход, что вы покупаете, какие у вас базовые продукты. Ваши ежемесячные закупки. Понравилось ли вам это видео? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока-пока. Так, пойдёмте собирать шкафчик. Шкафчик, пойдёмте собирать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!